Всем привет! В комментариях вы часто нас спрашивали или, можно так сказать, просили разобрать китайский двигатель. И сегодня наши и ваши мечты начнут сбываться. Итак, встречайте, популярный двигатель от автомобиля Geely 4G24. Встречаем. Пока Geely не прикупили себе компанию Volvo, они полагались на японские технологии. То есть покупали у Toyota лицензии на некоторые платформы и на некоторые двигатели. Или же не покупали, потому что лицензионного договора не было представлено общественности. Тут у нас двигатель Geely Atlas, объем 2,4, пробег 175 тысяч километров. И вот этот двигатель был не просто так демонтирован с автомобиля. Об этом мы расскажем чуть позже. Сегодня мы разберем этот двигатель до винтика и заглянем в цилиндры не каким-нибудь эндоскопом, а вот прям реально. И для того, чтобы оценить износ этого двигателя, мы будем использовать разнообразные приблуды. Ну, такие как микрометр и нутромер. Так что не переключайтесь. Но для начала немного справочной информации. Этот двигатель выпускался с 2010 года. И буквально уже лет 15 возит кроссоверы Geely. Появился он на M-Grant X7, а затем появился на Atlas. Привет! Разборочка скоро начнется, а пока познакомьтесь с нашим двухколесным брендом Motostrong. Мы сами привозим мотоциклы из Европы, отдаем предпочтение байкам в идеальном состоянии и с минимальными пробегами. И продаем их по привлекательным ценам. Обязательно подпишитесь на Instagram Motostrong. Там актуальное наличие. Ассортимент постоянно пополняется. Все ссылочки и подробности будут в описании к этому видео. Как я уже сказал, этот двигатель производился с 2010 года. И производился он в Китае. Является точной копией двигателя 2AZ-FE. А2AZ-FE известен по всем Toyota 2000-х годов. Ну или почти всем. Этот двигатель, то есть японский двигатель, прекрасен. Реально ходит по полмиллиона километров. Но без пары ложек дегтя все-таки не обошлось. До 2007 года именно оригинальные японские двигатели срывали резьбы под болты крепления ГБЦ. Это все заканчивалось теми же самыми симптомами, что и пробитые прокладки. То есть уплотнение между блоком и головкой цилиндров нарушалось. Это, кстати, признанный Toyota дефект. Также этих двигателей коснулась эпидемия по поводу тарахтящих фазовращателей. Вернее, единственная фазика, которая установлена на двигателе 2AZ-FE. И также была еще отзывная компания по поводу масложора, которая коснулась двигателей образца 2006 года. Ну, а теперь возвращаемся к китайскому клону. 4G24 он именуется в каталогах Geely и является полной копией тойотовского 2AZ-FE. Итак, алюминиевый блок цилиндров, чугунные гильзы, открытая рубашка охлаждения, один фазовращатель, цепной привод ГРМ, гидрокомпенсаторы отсутствуют, распределенный впрыск топлива. А еще есть блок балансиров. И, кстати, вот в этом блоке балансиров, который нужен для снижения вибраций, две шестерни полимерные. Вот скоро разберем и вам их покажем. Справочная информация. У этих двигателей цилиндро-поршневая группа не идентичная. У китайского двигателя диаметр цилиндров и ход поршней на 0,2 мм больше, а объем больше на крохотных 16 кубических сантиметров. И вот эти вот мелочи говорят о том, что коленвал и поршни не идентичны, хотя могут быть взаимозаменяемыми. Также есть разница в фазах газораспределения, то есть моменты открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов относительно коленвала у обоих двигателей разные. Это говорит о том, что как минимум профиль кулачков распредвалов разный. Ну а теперь давайте сделаем резюме по поводу надежности этого двигателя. Так вот, такие двигатели реально надежны и никакими механическими поломками не страдают. И это факт, ведь эксплуатационный опыт этих двигателей реально огромен, потому что они у нас появились в 2013 году на кроссовере Geely M-Grant X7 и прошли уже более полумиллиона километров. И вот при таком пробеге они на капиталку не просятся. Да, были случаи по поводу жора масла у этих двигателей, но тут вопрос в том, какое хозяин заливал масло и как часто он его менял. Также для этих двигателей есть мануал, то есть инструкция. И на последних страницах там есть фото и описание некоторых задокументированных проблем. Но непонятно, как часто эти проблемы случались и как много их случалось. Но есть выпиющие случаи. Типа одного из незатянутых бугелей распредвалов и износа шейки впускного распредвала вблизи самой муфты. Там же описаны случаи появления шума от модуля балансирных валов, который возникал на фоне износа нейлоновых шестерен и даже износа вкладышей самих балансиров. Также есть описание факта износа верхней головки одного из шатунов. Все это датируется 2014 годом. На практике мы не нашли свидетельств поломок вот этих двигателей при эксплуатации в Беларуси или же России. А вот автоматическая трансмиссия, которая всегда присутствует с двигателем 2.4, вот она ломается, ее капиталят по понятным причинам. Об этом мы рассказали в обзоре про Geely Atlas. Так что кому интересно, обязательно поищите его у нас на канале. В блоке цилиндров есть фильтр в канале подачи масла к муфте VVT. Так вот, этот фильтр надо иногда менять. А вот регламенты дилеров разнятся. Некоторые говорят, что его надо менять раз в 30 тысяч, некоторые раз в 60 тысяч. Ну, короче, можете менять почаще, потому что вот эта штука, вот этот фильтр стоит всего лишь 3-4 доллара. И, кстати, по вот этой вот сетке можно определить, как ведет себя масло, как суется оно, остается ли их таким грязным, либо еще что-то, либо оно чистенькое. Так что меняйте вот такой фильтр почаще. Кроме того, фильтрующие сетки есть в золотниковой части соленоидного клапана, который управляет муфтой. Нужны витамины для вашего автомобиля? Надо устранить угар масла, защитить двигатель от задиров, поднять компрессию, убрать стуки вибраций, продлить ресурс двигателя, трансмиссии топливной системы, защититься от перегрева, снизить расход топлива, избежать замену форсунок, удалить запахи из вентиляции и многое другое. И Супротек вам в этом поможет. А Автостронг стал официальным дилером компании Супротек. Супротек это трибосоставы для двигателя, которые восстанавливают повреждения при холодном запуске, плюс защищают двигатель от износа при частичных перегревах. Также Супротек это присадки для двигателей и трансмиссии, для гидравлики, для топливной системы, также есть средства для ухода за автомобилем, а также есть моторные масла и смазочные материалы. Добавь своему автомобилю ласки и смазки вместе с Супротек. Ну а где покупать это все, вы знаете, в Автостронге. Ссылочки и подробности будут в описании. Заходите на наш сайт. Ну а раскидать сегодня нам вот этот вот китайский двигатель поможет настоящий белорусский механик Матвей. Итак, встречаем. И мы начинаем нашу разборочку. Ну что, сняли клапанную крышку и мы видим, что пробег у двигателя 175 тысяч километров, но масло в нем меняли по регламенту и износов кулачков распредвалов мы не наблюдаем. Единственное, что мы наблюдаем здесь, это провисшую цепь ГРМ. Разбираемся дальше. Гидрокомпенсаторов у этого двигателя нет. И вот измерять тепловые зазоры по регламенту надо каждые 30 тысяч километров. И если они не соответствуют норме, то их надо регулировать. А регулируются они самым неудобным способом. Это подбором вот этих вот толкателей-стаканчиков. Для регулировки надо снимать распредвалы. Это мы сейчас говорим про впускной распредвал. И номинальные зазоры у впускного распредвала 25 сотых миллиметра плюс-минус три сотых. Так вот, что мы намерили? У второго цилиндра пролазит щуп 30 сотых миллиметра. У первого цилиндра 0,25 миллиметра, то есть не пролазит, а 20 сотых пролазит с лихвой. И это значит, что здесь тепловые зазоры не в норме, и их надо по-любому регулировать. А вот у третьего и четвертого цилиндра мы померить не можем, потому что какого-то хрена у нас коленвал не проворачивается. Разберем дальше и посмотрим, почему он не проворачивается. У выпуска номинальные зазоры 30 сотых плюс-минус три сотых. Так вот, третий цилиндр, сюда лезет щуп 30 сотых, 33 сотых, а 35 сотых не лезет. То есть здесь все в норме. А вот в первом цилиндре 30 сотых щуп не лезет, а лезет 25 сотых. То есть здесь не в норме. А вот в этих двух цилиндрах мы объективно померить не можем, потому что опять же коленвал у нас не прокручивается. Как вы помните, в «АвтоСтронг-М» есть практически все, и поэтому мы вот взяли от нечего делать и нашли впускной коллектор от 2AZFE Toyota и решили его примерить. Так вот, смотрите, становится он идеально, как у себя дома. Ну вот, как-то так. В приводе ГРМ используется ролико-втулочная цепь. Если погуглить регламенты замены, то в некоторых регламентах можно найти значение, что эту цепь надо менять каждые 120 тысяч километров. А в некоторых регламентах эта процедура отсутствует напрочь. Так вот, вы можете сами убедиться в таких двойных стандартах, просто посетив сайты официальных дилеров Geely. Так вот, вот этот регламент, что цепь надо менять каждые 120 тысяч километров, мы нашли, если кому-то интересно, у белорусских дилеров Geely. Полный комплект цепи ГРМ для этого двигателя и для двухлитрового двигателя тоже стоит 110-150 долларов. В комплект входят все звезды, кроме муфты фазовращателя и цепь масляного насоса. Все необходимые метки есть на шестернях привода ГРМ на цепи и на компонентах привода масляного насоса. Ну а теперь расскажем, что же случилось с этим двигателем. Этот двигатель перегрелся. У него пробило прокладку ГБЦ, посмотрите, она здесь даже расслоилась. Ну и плюс, мы специально для этого разбора купили этот двигатель, и этот двигатель, грубо говоря, лежал на улице. Поэтому здесь мы видим вот такую вот печальную картину. Но если посмотреть на клапаны, куда вода не добралась, то здесь все очень даже неплохо. Ну а теперь посмотрите, какая жесть творится в цилиндрах. И это не из-за того, что этот китайский двигатель. Короче, походу мы выяснили, почему коленвал не прокручивался. Потому что, вернее, не прокручивается, потому что здесь абсолютно все ржавое. Но сегодня мы хотим оценить износ цилиндров. То есть получится у нас оценить износ только вот этого вот первого цилиндра. И для этого нам придется снять поршни все. В частности, вот этот вот один, чтобы все промерить нутромером. И смотрите, что мы здесь видим. Что масло в этом двигателе меняли каждые 10 тысяч километров. И если менять вот по таким регламентам масло, а не по европейским регламентам 15, 20, 30 тысяч, то минимальные лаковые отложения здесь присутствуют. То есть это говорит о том, что масло просто не успевало стареть. И, кстати, по поводу перегрева. Скорее всего, этот двигатель кипел одномоментно, а не месяцами ездил с каким-то перегревом. И обратите внимание, что маслозаборник здесь абсолютно чистый. И для тех, кто разбирается в полтонах, посмотрите, весь двигатель светлый. А вот моторы, которые ездят с перегревом и на старом масле, либо горячие моторы, то здесь лаковый налет, ну вот такого оранжевого даже, можно сказать, цвета. Давайте посмотрим на цепь ГРМ, которая прошла 170 тысяч километров. Ну, обычно ее надо, в принципе, сравнивать с новой цепью ГРМ. Но здесь мы можем это сделать на глаз. То есть никакой дилер 100% эту цепь не менял, потому что провисание у нее существенное. И, кстати, давайте сейчас поговорим по поводу растяжения цепи. Вы знаете, что цепь сама по себе не растягивается. То есть длина звеньев не увеличивается, а изнашиваются втулочки сами и разъемы под втулочки. И это добавляет к длине цепи примерно полсантиметра. И это значит, что цепь растягивается. И вот смотрите, какие фазовращатели установлены на автомобилях Geely, а также на Toyota и остальных многих автомобилях. Так вот, почему же трещат фазовращатели? А трещат они потому, что изнашиваются вот эти вот пластиковые втулочки, и они перестают держать давление. Поэтому и трещат фазовращатели. Ну и добавим, что фазовращатель легко разбирается. И какие-нибудь умельцы, например, по ремонту автомобилей VAC, когда-нибудь сделают вот эти вот втулочки, ну, ремонтные, и будут их менять. То есть таким образом чинить фазовращатели. Ну, если будет на это спрос. Ну, а в данном случае на автомобилях Geely фазовращатели трещат в очень редких случаях. И вот те самые полимерные шестерни, о которых мы рассказывали в самом начале. В некоторых справочниках, кстати, вот эти шестерни обозначаются как нейлоновые. Так вот, эта шестерня работает в зацеплении шестерней коленвала, а вот эта шестерня работает в зацеплении с вот этой шестерней балансира. То есть вот эти шестерни работают с металлическими шестернями. Так вот, зачем же это надо? Ну, мол, меньше шума. И это чисто тойотовская задумка. И, кстати, на моторе 2А RFE 2,5-литром Toyota отказалась от этой идеи. Ну, типа они разваливаются. Ну что, мы перешли к самому интересному. Мы промерили цилиндр с помощью микрометра, естественно, и нутромера. Так вот, естественно, цилиндр изнашивается больше всего в самом верху на боковых стенках перпендикулярно поршневому пальцу. И мы заметили, что отклонение в размере по сравнению с заводскими значениями, то есть с заводским размером цилиндра, получилось в 0,10 мм. А вот в такой плоскости цилиндр в допуске, и вот этот диаметр меньше вот этого диаметра на 0,08 мм. И конусность здесь буквально отсутствует. Максимум 2,03 мм. И если говорить о визуальном ощущении, то хон здесь отличный. Никаких намеков на задиры. Ну, есть разве что маленькая царапинка. Ну, а теперь давайте поговорим про состояние. Мы достали один поршень именно с того цилиндра, который мы продиагностировали. И напоминаем, что пробег у мотора 175 тысяч километров в нем меняли масло вовремя, как мы убедились. И смотрите, есть все-таки износ коренных кладышей, есть износ шатунных кладышей, но он минимальный и на ощупь не ощущается. То есть нету глубоких царапин. И коленвал, как вы видите, визуально неплох. Ну, и еще уделим внимание кольцам поршневым. Обратите внимание, что они упругие. То есть здесь не намека на перегрев. То есть они остались в изначальном состоянии. Ну что, давайте финалить. Скажем так, что если бы не перегрев, то этот мотор бы еще прошел, ну, может, несколько даже сотен тысяч километров при, опять же, нормальном обслуживании. Ну, и можно сказать, что китайцам действительно получилось собрать отличный двигатель, ну, скажем так, по японским лекалам. Ну, и если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие вот классные обзоры, то обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и напишите комментарий. А если мы наберем много комментариев с тем, что вы хотите видеть еще больше китайских моторов, естественно, мы будем их разбирать. Помните, с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».